МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ новость Анапа-регион, в студии Ирина Меркурьева и сегодня выпуски. Тайный покупатель. Магазин Анапа проверяет на соблюдение законов торговли алкоголем. Подготовка курортов к сезону на повестке дня у краевых властей. Лучший по профессии в Анапе прошел конкурс для самых востребованных. Депутаты Анапы собрались на очередную 77-ю сессию совета. Парламентарии рассмотрели 13 вопросов. Депутаты утвердили перечень земельных участков для многодетных семей. В списке их 72. В Юровке, Цибанабалке, Суворово-Черкесском, Джигинке. На выделенной земле можно построить индивидуальное жилье или создать личное подсобное хозяйство. Обеспечение этих участков коммунальной инфраструктурой – главный вопрос. На эти цели городские власти предусмотрели средства в бюджете. Еще один важный для города и его жителей вопрос – обновленные правила благоустройства. Проект этого документа депутаты предложили вынести на публичные слушания. Принять в них участие сможет каждый желающий. Проект будет опубликован в газете «Анапская Черноморья» 9 июня. В числе рассмотренных также финансовые и правовые вопросы, регламентирующие деятельность Совета. Торговать алкогольными напитками в Розлив запрещено законом. Но далеко не во всех объектах торговли и общественного питания соблюдают это требование. Хотят больше заработать, а по факту платят штрафы. Группа специалистов управления торговли и отдела УВД «Анапы» ежедневно проводят рейды по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции. С начала этого года на нарушителей составлено 77 протоколов. Изъято 30 тонн нелегального спиртного. Закусочная на улице Черноморская, 15, подверглась внезапной проверке. Специалисты сделали контрольную закупку. Проверку продавец не прошел. Документы в порядке, но был установлен факт продажи алкоголя в потребительскую тару, что называется «на вынос». Продукция была продана в потребительскую тару, то, что запрещается законом. Ну и, соответственно, все это будет отрабатываться. По закону в кафе, ресторанах, закусочных могут продавать алкоголь только в рамках услуг общепита, то есть непосредственно на месте. За торговлю на вынос собственники торговых объектов платят внушительные административные штрафы. Подготовка курортов в Кубани к сезону стала главной темой на заседании Краевого совета безопасности, который прошел под председательством временно исполняющего обязанности губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. О нерешенных еще вопросах в плане подготовки к сезону и обеспечения безопасности говорили сегодня на Краевом совбезе. В его работе также принял участие глава Анапы Сергей Сергеев. Одна из главных проблем, на которых заострил внимание руководитель региона – качество оказания услуг. Руководители предприятий санаторно-курортного комплекса должны ответственно подойти к подбору персонала, содержанию в надлежащем санитарном состоянии мест отдыха. Особой темой стала классификация мест размещения. Глава нашего города доложила о подготовке объектов жизнеобеспечения к повышенным нагрузкам в летний период, а также работе мобильных групп. Борьба с несанкционированной торговлей и суррогатом ведется не только в сезон, а весь год. Сергей Сергеев в своем докладе остановился на принимаемых сегодня мерах по обеспечению сброса сточных вод в море. Высокий сезон – ответственный период для всего Краснодарского края. Есть в календаре страны такой праздник, когда голубое майское небо словно опускает свой мирный покров на фуражке этих солдат. Они не купаются в фонтанах, не разбивают бутылки об голову, не зря пограничников считают элитными войсками. Но традиции празднования дня пограничника не нарушают и собираются вместе в сквере славы. Не первый год собираются в санатории «Голубая даль» и ветераны морской пограничной службы. Впервые за 40 лет на ветеранскую встречу приехал самый знаменитый ансамбль «Анапы-70-х». Александр Кавин, Василий Таткало, Сергей Лобанков и Андрей Косинский – члены известнейшего ансамбля «Рифы». В моршколе их знали и любили, но как любил их город – это отдельная тема. Это был ведущий ансамбль. Не только в моршколе, тогда называли моршкола, в то время был учебный отряд. Это был ведущий ансамбль «Рифы». У каждого гитара была, саксофон. И вот они сейчас через 40 лет собрались здесь. Значит, Андрей Косинский – композитор в Ленинграде. Затем Саша Кавин, он был солистом «Рифов». Когда он пел в городе, весь город собирался на концерт «Рифов». Значит, дальше Василий Таткало, он был комсомольским вожаком. Дальше Сережа Лобанков. В свое время МИМ, вот он еще в 75-м году, вот это такая, еще только уходило это все, вид искусства, нашу повседневную концертную деятельность. Вот он сейчас здесь присутствует, он режиссер театра в Москве. Ветеран войны Александр Степанович Гончаров счастлив, что пограничники собираются вместе в праздничный день. Их всех объединяет гордость за свою военную профессию. Пограничная служба для меня – это именно моя жизнь. Ну, 36 календарных и два года только, что я в Туркмении служил, где давали 6 литров воды пресной на человека. В судьбе каждого из этих ветеранов потрясающие истории, трогательные воспоминания. Они защищали рубежи Родины и могут этим гордиться. Город-курорт Анапа славится прежде всего уникальными песчаными пляжами, протянувшимися на много километров. Въезд транспортных средств на пляжи запрещен. Сотрудники полиции, специалисты управления муниципального контроля, отдела по транспорту и связи проводят ежедневно рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей. На пляж может заезжать только спецтранспорт в определенное время. Но есть нарушители, которые незаконно передвигаются по пляжным территориям на транспортных средствах и квадроциклах. Приезжают прокатиться по песчаным барханам, собрать ракушки или на рыбалку. Сотрудниками управления муниципального контроля в ходе ежедневного объезда территории выявляются факты выезда на территорию пляжа граждан на квадроциклах. Данные нарушения будут пресекаться и контролироваться ежедневно. Первых нарушителей члены рейдовой группы обнаружили на Витязевской косе. На собственника квадроциклов и водителя автомобилей составили административные протоколы. Им грозит штраф в размере 5000 рублей. На пляже в районе Пионерского проспекта прокат квадроциклов без соответствующих документов. Мы неоднократно предупреждали собственников, неоднократно предупреждали в средствах массовой информации о недопущении данных нарушений. Сегодня в ходе рейдового мероприятия 4 квадроцикла эвакуированы на специализированную стоянку за движение по пляжным территориям без соответствующих документов, без водительских удостоверений, без регистрационных государственных знаков. По требованию главы города Сергея Сергеева на съездах к пляжам восстановлены запрещающие знаки, поставлены шлагбаумы. Любителям пляжных автопрогулок следует запомнить, помимо оперативных рейдовых мероприятий, пляжи находятся под контролем экологических служб. Их штрафы на порядок больше. На прием к временно исполняющему обязанности губернатора края Вениамину Кондратьеву Анастасия Кульбякина ездила вместе с главой города Сергеем Сергеевым. Пробивали вопрос строительства канализации на улице Юбилейной. Вернулась руководитель ТОС, очень довольная результатами поездки. На улице Юбилейной 700 жителей. Живут они преимущественно в домах совхозной постройки. Без канализации три десятка лет. Кульбякина решила в 2013 году выиграть краевой конкурс ТОСовцев, чтобы решить вопрос с канализацией. Конкурс я выиграла, заняла первое место. Были выделены средства, 500 тысяч выигрыш с края. Также была помощь от Геннадия Павловича Постового, это наш атаман. Он также выделил 500 тысяч. Эти деньги мы направили, объединили с ним и направили на документацию, проектную документацию, на центральную канализацию. Именно в станице Анапской улице Юбилейной. Кульбякина высаживала цветы на улице, организовывала субботники, дала жизнь симпатичному олененку у будущей детской площадки. А вопрос с канализацией не двигался. Я обратилась к Сергею Павловичу. Сергееву. И я считаю, очень короткие сроки. Пришла помощь, решился этот вопрос. Вчера мы ездили в Краснодар к нашему новому губернатору, к Вениамину Ивановичу, на личную встречу именно вместе с Сергеем Павловичем. И 15 апреля 2016 года центральная канализация будет на нашей улице. Наконец-то. Хотелось бы поблагодарить Сергея Павловича, потому что до этого этот вопрос никак не решался. Как правильно сервировать стол и принимать гостей, они знают лучше всех. Сегодня состоялся финальный этап конкурса «Лучшие по профессии». За звание лучших в профессии борются 27 представителей санаторно-курортной отрасли и потребительской сферы. Повара, кондитеры, официанты, горничные и медицинские работники. Марина Гайдар работает в сфере обслуживания 10 лет. В подобном конкурсе участвует впервые. Жюри считает, всегда нужно учиться чему-то новому. Кто не рискует, не пьет шампанского в данный момент, можно пробовать, пытаться. Это никогда в будущем не повредит. В состав жюри вошли представители администрации, предприятий потребительского рынка, санаторно-курортного комплекса и туристического бизнеса. Все с большим опытом, все с большими навыками, у которых есть даже чему поучиться нашим конкурсантам. Жюри определит лучших в семи номинациях. 13 июня, в день открытия курортного сезона, глава города наградит победителей в торжественной обстановке. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». В пятницу, 29 мая, в Анапе малооблачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20-22, ночью до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 20 градусов. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире.